в ближайшем будущем человек высадится на луну чтобы исследовать лунную местность провести научные измерения возвести жилые помещения и подготовить космический корабль к возвращению на землю при выполнении этих задач исследователю луны будет необходимо скорректировать свои обычные методы самостоятельного передвижения из-за низкой гравитации луны и ограничений налагаемых его громоздким и громоздким скафандром для изучения проблем ходьбы бега и других форм самостоятельного передвижения в различных средах где уровень гравитации меньше чем на земле исследовательский центр nasa в лэнгли разработал гравитационный симулятор новая техника позволяет субъекту выполнять множество двигательных задач при различных уровнях гравитации в течение длительных периодов времени и на относительно больших расстояния это новая техника основана на том факте что руки и ноги движутся по существу в параллельных плоскостях и что эти плоскости движения обычно выровнены с вектором земной гравитации моделирование уменьшенного гравитационного поля производится путем имплантации испытуемого относительно этого вектора так чтобы составляющие силы тяжести в плоскости движения была равна желаемому значению угол наклона для моделирования условий лунной гравитации составляет девять с половиной градусов от горизонтали невесомость создается при горизонтальном положении конечно испытуемый должен быть должным образом поддержан в этих позах чтобы члены его тела могли свободно двигаться в своей обычной манере это поддержка обеспечивается в тренажере лэнгли серии строп и тросов прикрепленных к легкой перекладине поддерживаемой подвесной тележкой тележка движется по монорельсовой дороге так чтобы она находилась прямо над испытуемым когда он движется взад и вперед по дорожке параллельной дорожке желаемый уровень гравитации достигается путем регулировки смещения дорожки непосредственно под следующие сцены иллюстрируют работу рабочей модели этого симулятора и иллюстрируют способность одного испытуемого выполнять ряд задач в условиях имитируемой лунной гравитации объект поддерживается за ягодицы верхнюю часть туловища голову и икры каждой ноги трубчатая рама используемая для поддержки голени обеспечивает свободу движений верхней части ноги иногда используется перевес для нижней части руки в зависимости от типа проводимого теста и предпочтение испытуемого субъекту очень удобно в этом положении и он может нормально двигать своим телом даже если он ограничен в боковых движениях монорельс находится на высоте 40 футов над полом а длина кабелей прикрепленных к этой тележке составляет около 37 футов дорожка имеет длину 24 фута для этих исследовательских испытаний но может быть расширена до 250 футов для более обширной программы испытаний чтобы показать непрерывное сравнение передвижения в условиях лунной и земной гравитации камера была ориентирована так чтобы объект в симуляторе казался в вертикальном положении и использовалась техника камеры с разделенным кадром справа он начинает и останавливает свое движение из-за низкого сцепления ног вызванного малым кажущимся весом объекта с аналогичной трудностью приходится сталкиваться при попытке бежать степень сложности будет зависеть как от типа обуви так и от типа поверхности используемой на дорожке когда груз весом около 60 земных фунтов переносится на спине испытуемому становится легче выполнять некоторые задачи из-за увеличенного сцепления с поверхностью дорожки подниматься по ступенькам не проблема если делать это в медленном темпе возникают трудности с координацией ног однако при попытке подняться с большей скоростью та же проблема взбирающийся на столб под лунным светом с помощью одной руки для испытаний на земную гравитацию вертикальные прыжки на расстояние около двух футов и продолжительностью в половину второго могут быть получены в условиях лунной гравитации объект может прыгнуть на расстояние эквивалентное примерно 14 футам продолжительностью 4 секунды однако испытуемому трудно сохранять равновесие во время прыжка из-за небольшого количества остаточного углового момента которые не являются проблемой для условий земной гравитации в случаях падения с высоты до максимальной высоты прыжка 14 футов риск получения травмы невелик из-за относительно низкой скорости удара и длительной продолжительности падения что позволяет субъекту подготовиться к предстоящему контакту субъект может выполнить ряд гимнастических трюков которые могут быть выполнены только опытными гимнастами в условиях земной гравитации многие тесты подобные тем которые вы только что просмотрели были проведены с использованием многочисленных испытуемых разного размера и роста и была установлена целесообразность этой новой техники моделирования гравитации несколько применений этого нового исследовательского инструмента очевидны например эта техника будет полезна при разработке эффективного космического скафандра который обеспечит защиту от лунной среды при минимальном ограничении двигательных возможностей человека можно оценить использование вспомогательных устройств таких как ракетный прыжковый ранец для помощи исследователю луны кроме того проектирование разработки и управлению объектами лунной базы и космической станции будут способствовать расширенные исследования с использованием этой техники для определения пределов возможности человека при различных уровнях гравитации эти исследования также помогут в планировании материально-технического обеспечения различных космических миссий и наконец симулятор может помочь в обучении космонавтов позволяя им испытать ощущения и эффекты непривычных гравитационных сил с которыми сталкиваются при освоении космоса